Здравствуйте, уважаемые зрители! В июле 1942 года ситуация на южном направлении была крайне тяжелой, и советское командование перебрасывает свежие силы с Дальнего Востока, под Сталинград, среди которых была 208-я стрелковая дивизия, о которой речь и пойдет сегодня. 31 июля 1942 года командир дивизии полковник Воскобойников получает приказ, выдвигаться через Котельниково в район Семлянской, причем его дивизия уже в данный момент осуществляла это передвижение по указанному выше маршруту по железной дороге. А теперь самое время сказать пару слов о том, что происходило в этот момент на юге Советского Союза. Видя, что 6-я армия Паулюса застряла в боях с Красной Армией на берегах Дона, в Берлине решили нанести удар с юга, в ходе которого 4-я танковая армия Гота, участвующая еще недавно в боях под Ростовом, должна была по ровным степям выйти к Сталинграду, взять город и ударить защитником Сталинграда на Дону в тыл, тем самым обеспечив фланг операции Блау по захвату кавказской нефти. И этот удар предстояло парировать советским частям, в частности 208-й стрелковой дивизии. Но события, как это часто бывало, развивались стремительно и не по плану. Ранним утром 1 августа 1942 года первые два эшелона дивизии достигают Котельникова. В городе уже были танки врага, поэтому бойцы и их командиры выпрыгивали из вагона и сразу вступали в свой первый бой с матерым врагом. Следовавший следом эшелон в это время попадает под мощный удар Люфтваффе и несет потери. А вот 4-му эшелону, в котором ехал штаб дивизии, везет больше. Они высаживаются в районе Гремячей, ближе к Сталинграду, на пару десятков километров и выдвигаются в район Котельникова, пешком выполняя тот самый приказ. Следом следует 5-й эшелон, а вот 6-й эшелон на железной дороге вновь попадает под удар с воздуха. Бомбили немцы и советские части на марше, нанося им урон. Как итог, дивизия, находясь еще в процессе сосредоточения, попадает под удары наступающего врага и оказывается в разорванном состоянии. Надо отдать должное командиру, который, нагоняя свои войска, пытается их собрать, несмотря на всю ужасающую картину. Был еще один негативный момент этой ситуации. Враг разбомбил вагоны с боекомплектом. Тем не менее, в такой ситуации дальневосточники ведут бой, в ходе которого враг при поддержке танков и артиллерии, а еще и авиации, как я упомянул выше, теснит краса армейцев из Котельникова, в направлении Гремячи, где удается хоть как-то зацепиться в этой ровной степи. Вот как вспоминал это Василий Иванович Чуйков. Возле разъезда Небыковский батальон бойцов 208-й стрелковой дивизии, развернувшись с цепь фронтом на юг, рыл окопы. Командир батальона доложил, что узнав от отходящих с юга о появлении немецких танков в Котельниково, он по своей инициативе решил занять оборону. Конец цитаты. 4 августа 1942 года, собрав в районе станции Гремячьи остатки дивизии, командир решает отвезти их в район Чиликово. И во время этого маневра 208-я попадает под удар немецких частей, которые завершают в разгром. В ходе боя на марше список без вести пропавших пополнил и полковник Константин Михайлович Воскобойников, который сделал все, что мог. А уцелевшие бойцы и командиры отходили в Капганьерово, где 7 августа удалось собрать не более семи сотен бойцов. При этом стоит отметить, что встретив сопротивление вдоль железной дороги, немцы решили сдвигаться по степи, наматывая лишние километры, что позволило выиграть время. И что касается самих немцев, они скоро сами окажутся в такой ситуации. И ничего в этом удивительного нет. Как говорится, у поражения свое лицо. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok